Всем доброго времени суток! У меня пришли новые посылки с винтажными украшениями. И я, как всегда, очень хочу их все раскрыть вместе со всеми, кому это интересно. Я начну сегодняшнюю распаковку, она у меня не очень большая, с показа всех своих слоников, какие у меня есть. Итак, вот у меня в первом появился вот этот эмалированный слоник-значок. Вот такой вот он, очень маленький. Вот такая спинка у него. Хорошенький слоник, очень симпатичный. Я только не пойму, вот это желтое уши, хвостик и носик. Это так, так очевидно покрашено, да? Он очень старенький, видно, что он прям вот старенький-старенький. Так, этот слоник, потом был вот этот, эти слоники. Ой, вот такие вот идут. Идут все в одну сторону. Такие вот, очень понравилось. Таброшка влюбилась с первого взгляда и приобрела. Это был аукцион, кстати. Я его, кому-то она тоже там очень нравилась, боролся со мной, но я его поборола. Вот, ой, так, сейчас я его хочу, чтобы фокусы не мешать. Вот такие слоники. Так, обратная сторона. Тяжеленькая брошечка. Не, не легкая. Вот такие, ребята. Булавка работает, все нормально. И, ну, вот этих я показывала совсем недавно. Вот. Люцитовый слоник впереди. И золотистый за ним. Так, что-то из моих посылок пришло раньше. И уже распакованно. Идет, в свою очередь, на подставке из Икеи. И вот новые распаковки сейчас буду вскрывать. Распаковываю брошечку. Вот такая вот красавица. Брошка с мини-маус. Кристаллы на полумесяца. По-моему, очаровательная брошь. Так, поднесу ближе. И если это кто-то сможет прочитать, я сейчас тоже попробую. Первое слово я прочитала Дисней, а дальше не получается. У меня мало лупы для того, чтобы прочесть. Вот такая брошечка. Такая чудесная, такая красавица. Очень кокетливая уточка сидит. Да, это же уточка. Это, я почему-то сказала, мини-маус. Нет, это не мини-маус. Это уточка с утиным клювом. Прелестная уточка. Да, вон хвостик утиный. Прямо музыкальная брошечка. Кстати, музыкальный брошечек у меня будет сегодня несколько. И это одна из них. Такая чудесная. Прямо хочется смотреть и смотреть. И не выпускать из рук. Прелесть. Не смогла я удержаться опять. Она очень привлекательная. Я обязательно ее выкулю. Очень хорошего качества покрытие. Совершенно очевидно, что она не слишком старая. Все кристаллы на месте. И скажу сразу, что была она не очень дешевая. А это лобстер. Это одна из них победная. Ибо и в аукционе. Вот такой красивый лобстер. Ох. Ой. Я не помню, было ли что-то про маркировку. Сейчас посмотрим. Нет, не вижу маркировки. И это похоже, вот я бы сказала, по степени со старинности на 70-е и 60-е годы. И даже потому, как дизайн сам сделан, по-моему, это подходит в 60-м и 70-м годах. Покрытие хорошее. Я бы сказала, что я не вижу никаких, это, по-моему, подтек просто, что я не вижу никаких повреждений на покрытие. Все, все хорошо. Лобстеры я купила не просто так. Это будет мой подарок моей дочери. Она очень любит лобстеров. И вот, ну, пусть носит и он прикалывает. Ей очень понравилась брошка сакура и вот лобстеров. Она очень любит. У меня их уже штучки три, по-моему. Ну, там и не совсем крохотные. А этот вот мне очень понравился. Такой очень, очень выразительный. Так, теперь. А вот теперь браслет. Браслет вот такой. Это бакелит и целлюлоид. Вот с такими камеями. Застежечка. Застежечка старенькая. Надо поджать колечки. И камеи. Одна лучше другой. Так, здесь нет никакой маркировки. Браслетик старенький. Ой, наверное, тоже. Я не знаю, какие года. Тут трудно гадать. 50-е, 60-е года. Время, когда было модно делать бижутерию из бакелита и целлюлоида. Правильно назвала? Да, целлюлоид, по-моему. Что именно здесь из бакелита, а что из целлюлоида, я не знаю. Только что вот открыла и пока не знаю. Красивый браслетик. Вот такой. Здесь можно долго разглядывать, согласитесь. Вот. Уже я распаковала. Итак, вот такая камея. Она деревянная. Это калаш из нескольких разновидностей древесины. Очень необычная камея. И очень красивая брошка. Необычная. Очень легкая. Так. Ага, булавочка работает. Маркировки нет. Красивая. Надо тоже выгулить ее. Красивая брошка. Так, дальше. Вот такая брошь-планка. С голубым орлекином. Ой. Никак не хочет. Вот такой орлекин. Мне очень понравился этот арт. Я не встречала такой, но не удивлюсь, если... И вообще подозреваю, что это что-нибудь очень известное. Потому что красиво. Это эмаль. Внутри медная пластиночка. А с изнанки и с внешней стороны вот такая вот... Наверное, это тоже эмаль. Она как бы такая... Шершавая, как кристаллическая. Кристаллическая. Вот я не знаю, видно ли это. Вот. Вот такой орлекин. Так. Дальше. Новая брошь-планка. Вот такая танцующая девушка. Какая интересная брошь. Вот видно кристаллы, наверное, видно. Я надеюсь. Это украшение у нее на груди. С кристаллами. Одежда сияет кристаллами. Ну и эмаль. Все остальное эмаль. Очень нарядная девушка. Какой-то тайский танец, очевидно, танцует. Застывшая динамика. Красиво. Красивая брошечка. Маленькая булавочка вот так поперек. И нет... Нет маркировки. Думаю, что это не очень старая брошь. Наверное, 80-е годы. Даже музыку слышу, когда смотрю на эту брошь. Вот такая красавица. Так. Но это еще не вся музыка. Итак. Вот брошь, которую я очень давно хотела. И мне никак не везло. То на аукционе она уже становится очень дорогой, и я отказывалась. То она продавалась сразу дорого. Но в этот раз я удивилась, увидев ее всего лишь навсего за 10 долларов. Я не знаю, может быть, это реплика уже какая-то. Маркировки нет. Но я знаю, что этот дизайн принадлежит компании Waze. Вот. Такая чудесная брошь. когда на нее смотрю, я просто слышу музыку. heaven, I mean heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Та-да-ри-та-та, дальше не помню я-то. When we are together dancing chick-to-chick. Ну, согласитесь, это просто буквально та самая песня. Очень романтичная брошечка. Чик-то-чик. Это все. Это все на сегодня. Нет, не все. Вот же у меня же еще эти босы есть. Стеклянные, может, хрустальные босы. Вот. Нанизанные на цепочку. Я уже проверила, как их теперь проверить. Вот цепочка здесь внутри. Старенькие. Вот такая застежечка. Двойная нитка. Вот. И вот такие дочки. Аврора Бориалис. Я их еще не почистила. Они вроде бы не выглядят очень чумазыми. Но, конечно, их все равно нужно почистить, потому что они уже очень близко к телу носятся. Босы обычно. Нет, грязные босы. Видно, да. Покрытие такое чумазое. Итак, поближе теперь подвину. и так мои новые приобретения. Вот такие вот симпатичные брошечки. Прямо каждая из них. Очень музыкальные у меня сегодня брошки. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто зашел в гости. Всего вам доброго. И берегите друг друга.